здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала я снова на рынке несмотря на жару я пришла сюда чтобы снять вам видео здесь самом начале у забора продают свои национальные наряды представители фиовской общины немножко подсмотрела чтобы вам показать а здесь прямо на земле выставлены предметы украшения которые они носят из мелкого бисера какие яркие цвета обратите внимание эти головные уборы и так я надеялась что я найду какое-то сокровище что-то интересное каждый раз так надеюсь но все равно очень интересно посмотреть и было были интересные предметы обратите внимание на это портрет такие вещи делали в 60-х годах я знаю у моей сестры есть на такой тарелке и и портрет маленькая тарелочка здесь это продавца не было ничего особо ценного отдельные стаканы с рисунком без рисунка цветное стекло вот такой молочник на котором написано что это английский дизайн но все равно вы знаете иногда я понимаю рынок хорошее столько интересного иногда хуже но все равно всегда есть что-то интересное вот у этого продавца русскоязычного кошка который очень странно на меня смотрел великолепные селедочные что меня удивило у него были только селедочные он стоял в тени под деревом но почему смотрите давно хотела сирень но он даже не удостоил меня ответом я спросил сколько стоит видимо увидев что я снимаю он подумал да вряд ли она что-то купит только для того чтобы поснимать для чтобы рассказать очень красивые правда вот клейма я когда снимала вы не поверите от без жары из-за солнца я даже не вижу что я снимаю иногда дома замечаю что-то рядом вот это чехословакии это точно помню дома потом просматриваю но очень меня удивило что у человека продаются только селедочницы но красивые советские особенно каждая из них она просто стоило того чтобы купить я не знаю цену и пока я обошла он счастлив я не думаю что он продал видимо уже не выдержал жару и ушел у этого продавца и я была тоже несколько раз прошлом я люблю с ним общаться иногда с ним бывает молодая девушка дочка наверно более общительная он менее я спрашивала у него кое-какие вопрос задавала и даже предлагала ему привести то что у меня есть чтобы он купил но мне говорит очень тяжело продавать свое это не могу продать вот такие шкатулка была очень красивая правда а такая пепельница это чехословакия серия рапсодия у меня есть из этой серии вазы и по моему даже пепельница даже не помню из три вещи из этой серии и вот такая шкатулочка резная цены не спросила он такой усталый вы понимаете он такой был уже варен и смотрел на меня и наверно думал помолчи молча молча снимай много маленьких вещичек было у него на столе и что очень приятно на столе и так люблю когда товар выложу на столе мне это легче но в основном товар здесь растереть что-то на земле и выставляют посмотрите тарелочка то откуда перь как интересно бывает увидеть какие-то названия географические здесь вот такие изделия маленькие приятные недорогие 20 очень даже приятная синими цветами много фигурок видите знакомые фигуры обратила внимание на эту вещичку она вот то ли для меда в виде граната да то ли для меда то ли как сахарница то ли еще для чего-то красиво оформлена вот такая вот такая фирма мозга прочла что она основана 1988 году много всего здесь было глаза разбегались от изобилия фигурок но честно скажу вам все то время что я у него снимала а спасибо ему что он разрешил мне снимать все это время я не видела чтобы кто-то что-то у него купил даже хотелось вы знаете вот посмотреть а что люди покупают и заснять этот момент но нет куклы в национальном костюме вот мое упущение я думаю что я не купила за шкатулку вот ее цену я спросила 25 шекелей ну где-то 3-4 шекеля это евро где-то так вот посмотрите я думаю это что-то вот который надо было купить вот такой клейму я не опознала похоже на графинталь но я не думаю уже сравнила потом чем-то отличается если вы мне смогли бы помочь может я следующий раз возьму эту шкатулку или отнесу какие-то своей шкатулки а ее возьму вот ведь какой изобилие разных фигурок вот такая ваза или даже вот высокий стакан да нет можно сказать ваза цветного стекла фигурки фигурки собираем собираем такие милые безделушки я тоже люблю а вот это действительно ваза из цветного стекла такой нежный цвет вот у нас я повторяюсь еще раз вот смотришь на вещи да вот мне вот экран черный вот экрана и телефоны снимаешь за солнце и не видела что я снимала но слава богу что-то получилось и еще вещи были настолько раскаленные фарфор стекло вот когда дотрагиваешься на них как ожог чувствуешь очень жарко я где-то наверное час там походила или меньше домой возвращаешься чувствуешь такую головную боль посмотреть какие замечательные вот фигурки птичка зайчик по моему там очень красивые не знаю как называется эта техника вот что еще мне понравилось очень понравился таблеточница какая она милая посмотреть как оформлена и вот эта фигурка и снеговика сверху не стала открывать но очень милая я думаю на шекеле 15 он за нее попросил бы и главное многие вот продавцы они спускают цену а именно спецовники красивые две мишки а именно он цену не спускает вот сказал 25 шекелей я потом еще раз вернулась к этой шкатулке в конце когда у него снимала закончила съемку я говорю ну все же вот и уступите 25 шекелей и много у него было бижутерии но все так запутано все так запутано не стал тратить свое время идем дальше а дальше была женщина которая тоже мне знакома вы не поверите один раз я увидела мавки ими вот на винтажном магазине даже не в самом а на улице сидела две такие красивые тарелки очень красивые англия вы все узнаете уже в эти тарелки эта посуда идет сериями это серия по моему исторические английские порты и вот тарелка понравилась не одна тут было несколько посмотреть какие края у него красивые да очень и середина вот это орнамент очень красиво благородно это кала несколько таких тарелок а вот эти две тарелки она просила 30 вначале потом и спустила 25 но подумал ну две одна глубокая одна плоская ну что я буду делать покажу вам этого достаточно не купила вот такие керамические изделия такой поднос красивые но я думаю вот сахарница не от этого подноса туда уже далеко не стала заходить подниматься на вот скатерть а просто ее тревожить чтобы она показала тоже не не красиво самовары без крышки чайники и у нее же были вот пять вот таких 5 или 6 вот такие красивые тарелки это англия но просто я влюбилась в них она по пять шекелей каждую продавала посмотрите какие замечательные клубнички а вот здесь место для чашки почему я не взяла потому что я не знаю чашка подразумевалась там или просто тарелка одна существует любой можно стакан чашку мне почему-то кажется там должна быть чашка но очень красиво смотрел а вот эту тарелку то это блюдца я помню у нас моей мамы были такие похожие может быть посмотреть какие красивые тарелки корости с таким орнаментом бывает орнаменты сплошные а тут отдельно вот орнаменты идут и края такие фигурные очень красивые тарелки корости их было несколько может быть чуть-чуть потерта по золото но в общем состояние было неплохое у этой женщины было много достойных вещей вот но опять-таки одиночные и она продавала еще одежду много одежду красиво развесила не в кучу а красиво развесила и люди покупали по моему при мне хотели в нее купить босоножки посмотрите яркая советская посуда знакомая отдельные тарелочки вот привет из ссср а это блюдо это блюдо и это блюдо доубыш старенькое блюдо вернувся на место чтобы потом не говорили как было да вот такие потертые тарелки ваза из цветного стекла кувшин то есть смотрите что я вам хочу рынок был не самый лучший видела и получше дни вот тарелка это меня очаровала блюдце очень очень красивая были и получше блошиные рынки но все равно равно много всего можно найти увидеть и показать это современные современная посуда салатники и тарелки такой многогранной форме и продавец кричал мне возьми все что там есть возьми за 50 шекелей но мне не нужно хотя салатниками и даже удобные хорошие современные почти не пользованные это уже у другого продавца который включает на всю мощь музыку и мешает мне приходится потом вот записывать стирать звуки блошиного рынка а я люблю посмотрите удобная такая это коробочка для чая для тех кто любит разные сорта чая сейчас это модно мы покупаем такие коробки и и раскладываем обычно у них бывает намного больше но в этот раз не было особого выбора или я пришла не не вовремя пораньше может надо было прийти на много но как получается так и получается целая коробка новой посуды посмотрите какие милые вазочки и для варенья для мороженого для чего-то еще вкусного прямо с этикеточками новые абсолютно новые многие вещи вы знаете стоит покупать на блошином рынке новые я имею для тех кто не хочет а после кого-то есть очень много новых вещей продаются непользованных посмотрите как все разбросано как все разбросано хаос блошиного рынка ну кто купит крем который пробежал на таком солнце на блошином рынке нет выставляется значит где-то есть его покупатель вот такие тарелки декоративные китайские и много игрушек люди находят вы знаете люди в этих свалках в этих кучах находят очень даже красивые вещи просто надо порыться надо прийти с целью вы знаете не просто обходить надо наверно прийти с целью сегодня я хочу вот купить то-то то-то и обращать внимание только на это вы обратите на этот чайник сразу когда увидела почувствовала его благородное происхождение метр таях но красавчик правда вот его можно было купить очень милый чайник но многих продавцов даже не было рядом они все где-то в тени под деревьями и спрашивать было не у кого а эту сахарницу хоть на ней нет клейма сахарница просто великолепно вы посмотрите какие формы какой рельеф на ней очень очень даже красиво здесь вот такие вот на таких развалах можно купить за три шекеля за пять шекелей но правда так жалко иногда некоторые вещи но не могу я приносить и делать дома вот собирать дома вещи и и забивать красивый чайник но нет у него крышки просто если взять как декоративную вещь что-то посадить туда выставить на балкон или же или же может быть поискать подходящую крышку не родную но подходящую крышку и еще мне понравилось вот это блюдо такой прямоугольной формы это тоже миттер тайф я люблю вещи для подачи для центральной подачи люблю большие блюда очень вот особенно когда чисто белая вообще прелесть можно что-то фрукты нарезать подать что-то не знаю нарезки какие-то вот такая красивая вещь была и размер коньки да и много книг кстати очень много книг и люди когда вот так ковыряются их разбрасывает просто показывая вам как все это выглядит здесь на этом столе видите коробки что-то новые прибору продаются я видела абсолютно новые тостер овен продавали да и много вещей можно найти и посуду и электроприборы вот такие одиночные вещи здесь просто уже не стало сразу так прикинула что что здесь нету ничего такого особого вот тарелочка в виде листочка не не в очень хорошем состоянии была цену не спросила вот и еще стеклянные такие тарелочки с рисунком таким обильным гравировкой да вот эти два фужера я думаю это ручная работа ножка как будто две вот полоски сплетены они красивые два было на на другом конце стола тоже но уже так и время сказалось на них качество стекла было не очень а здесь остатки бижутерии люди покупали активно сам хозяин в машине охлаждался вот такая по моему серега одиночная и еще там было несколько вещей на которые обратил внимание вот это вот я не знаю что это это наверное кольцо такое вот не знаю даже если посмотреть клеймо это агиль по моему израильская фирма знаменитая у них очень хорошая бижутерия была агиль вот что-то пытаются найти там что-то ищут люди без покупки никто не уходят я видела люди идут с полными сумками вот такое ожерелье из металла может быть там тоже было какое-то клеймо но идем дальше с этим столом все я там ничего кроме вот надо было может быть с клеймом это что-то взять здесь увидела на полу коробку абсолютно новую вот 12 таких чашек красивые очень знаете тонкие хорошая работа абсолютно новые вот думаю за копейки отдали бы каких-то 30-40 шекелей я думаю можно было бы купить 12 красивых чашек я не знаю к ним блюдца полагаются или просто отдельно чашки просто общая для вас картина вот развалы одежды наверное утром рано утром это все выглядит по-другому а здесь большая сумка полный игрушек я видела 3 за 10 вот я спросила одна женщина нашла 3 игрушки думаю давай порой просто посмотрю чтобы показать моим дорогим зрителям ничего я не нашла а это надо так как на земле это на наклоняться ну не очень удобно ну так общий общий вид показала вам машинки что-то частично целое что-то нет а вот здесь обратите внимание какая красивая то ли сахарница то ли джемница очень надо было взять я думаю за 5 шекелей наверное я смогла бы взять эту красотку вот клеймо долбыш цена кобальт золото ну прелестно и очень даже неплохом состоянии просто она очень пыльная и очень грязная а теперь посмотрите здесь я увидела этот долбыш да кобальт золото идем дальше и вдруг коробка с очками много много и вдруг я встречаю тоже кобальт золото мы тоже видно что советская работа сахарница без крышки можно подобрать полонная ну думаю ничего себе так подряд идем очень красиво и перекликается правда с первой вещью с первой сахарницей идем дальше и тут я вижу опять кобальт и золото и тоже бывший советский союз барановка ну думаю ничего себе прямо экскурсия довбыш барановка интересно да а это корости знакомые тарелочки они бывают с разной вот вот это полоска ободок бывает красного цвета оранжевого видела зеленые видела разные вот такая вылазка у меня была слава богу выбралась ну хотя бы вот один час могла там провести может даже меньше было очень тяжело правда очень тяжело вещи раскаленные продавцов нет хочется поскорее поскорее убежать куда-нибудь в тень и пить воду но все равно было приятно даже вот при этой жаре я умудрилась что-то увидеть и заканчиваю так же как и начало вот на заборе висят изделия вот эфиопской общины очень красивые ткани просто чудесные ручной работы вы сейчас увидите шелк уникальная шелка спасибо вам за просмотр спасибо вам за лайки спасибо что гуляете со мной подписывайтесь всегда-всегда вам рады всем самого-самого хорошего